В моих социальных сетях был оставлен один любопытный комментарий. А как же быть с домочадцами, которые все время ставят палки в колес? Это те люди, которые видят, что ты, образно говоря, пытаешься подняться на второй этаж, делают все возможное, чтобы ты оставался на первом этаже. Причем всеми правдами и неправдами. Я вижу, что этот вопрос волнует многих, поэтому я сейчас расскажу вам, что делать в такой ситуации. Но сначала ответьте себе на такой вопрос. Почему вас это волнует? Почему для вас это имеет такое значение? Многие люди слишком сильно зависимы от чужого мнения. И это не дает им возможности двигаться вперед. Но почему так происходит? Причина этому проста. Они просто не верят в себя и в свои собственные силы. Кто-то привык недооценивать себя с самого детства. Другие потеряли веру в себя в более зрелом возрасте, не раз испытав неудачу или пережив разочарование. В результате они стали полагаться на других людей, на их мнение, на их решение. Скажу без церемоний, именно здесь кроется горень проблем. Именно сейчас, слыша эти слова, вам нужно понять и принять одну простую истину. Это ваша жизнь. И вы сами вправе решать, что для вас хорошо, а что плохо. Никто не властен вам навязывать свое мнение. Никто не может диктовать вам, что делать и на каком этаже жить. Когда вы начали свой путь к успеху, именно тогда вы приняли твердое решение. Это ваше решение. И вам не нужно искать чье-то одобрение или поддержку. Вы сами для себя лучшая поддержка. Да-да, именно так. Вы сами для себя надежные и могучие опоры. Вам не нужно никому и ничего доказывать. Не нужно стараться всех убедить в том, что вы правы, а они ошибаются. Вам не нужно вообще тратить свои силы на то, что отвлекает вас от нужной цели. Поэтому откровенничайте поменьше и не позволяйте втягивать себя в пустые разговоры. Они вправе иметь свое мнение, даже если оно отличается от вашего и кажется вам неправильным. Оставьте их при своем мнении. Это их жизнь. А вы идите вперед и не оглядывайтесь. Поначалу это может быть сложно. Как говорится, нет пророка в своем отечестве. Да вам это и не нужно. Не спорьте. Не говорите ничего. Просто делайте то, что считаете нужным. И впечатляющие результаты ваших дел будут гораздо убедительнее, чем ваши слова. Продолжение следует... Продолжение следует...